Меня зовут Рик Реннер. Я нахожусь в гроте Гефсиманского сада. Когда-то это был огромный сад. Здесь находилось кладбище с гробницами, росли деревья. А еще здесь были пещеры. И вот эту пещеру обнаружили в IV веке и установили, что именно здесь Иисус располагался с апостолами, когда они хотели провести время в Гефсиманском саду. Сюда же Иуда привел отряд воинов, чтобы арестовать Иисуса. Здесь Он предал Иисуса поцелуем. Слова, сказанные в тот момент Иудой, проливают свет на истинную природу, Его отношения с Господом. Иисус как-то сказал апостолам, «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно делаете, ибо Я точно то». Когда ученики называли Его Господом, это означало, что они подчиняются Ему. Они передали контроль над своей жизнью, в Его руки и подчинили Его воле каждый аспект своей жизни. Называя Его Учителем, они говорили, «Господь, Ты имеешь право говорить нам, что мы должны делать, куда идти и как думать. Ты полноправный хозяин нашей жизни». Иисус сказал им, «Вы называете Меня Учителем и Господом, и это правильно. Я ваш Учитель и Господь». Но в ночь предательства Иуда не назвал Иисуса Господом, не назвал Его Учителем. Поцеловав Иисуса, Иуда назвал Его Рави. И это обращение о многом говорит. Это была проверка того, как на самом деле Иуда воспринимал Иисуса. Нужно понимать, что Иуда никогда не относился к Иисусу как к Господу. Он никогда не считал Иисуса Господином в своей жизни. В этот критический момент стало ясно, что предатель просто воспринимал Его как хорошего наставника. Он с почтением относился к Иисусу и уважительно называл Его Рави. Однако в тот миг стало понятно, что Иуда никогда не считал Иисуса своим Господом и Повелителем. В жизни порой наступает время, когда наши отношения выходят на поверхность и проливается свет. Мы можем полагать, что состоим в отношениях определенного уровня, но наступает критический момент, и мы видим, как этот человек на самом деле относится к нам. Когда Иуда пришел в ту ночь с отрядом воинов, поцеловал Иисуса и назвал Его Рави, это обращение говорит о том, что Иисус никогда не был для Иуды Господом. Иуда всегда считал Иисуса кем-то более низкого уровня, просто хорошим наставником, но не владыкой. Истинная природа отношений неизбежно становится явной для их участников. И сегодня я хочу поговорить о взаимоотношениях. Будет интересно и плодотворно. Никуда не уходите. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я очень рад, что вы сегодня со мной. Я поделюсь с вами тем, что очень важно для меня. Я расскажу о том, как однажды не прошел проверку. Духовная жизнь каждого из нас в тот или иной момент подвергается испытанию. В моем случае был выявлен серьезный изъян. Но, по милости Божией, я увидел этот недостаток и внес в свою жизнь необходимые изменения. Мы также поговорим об Иуде-Искариоте. Я начну с рассказа о том, что произошло со мной. Но прежде хочу предложить цикл аудиопрограмм «Неизвестные факты пасхальных дней» «Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». Замечательный цикл. Результат моего исследования. Я вырос в церкви, где каждый год на Пасху я слышал одну и ту же проповедь о том, как Иисус был распят, погребен и воскрес. Я решил подробно изучить Евангелие и попытаться найти то, чего мне никто раньше не рассказывал. Я с изумлением обнаружил множество подробностей и фактов о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа. Я не знал всех этих деталей и думаю, что они неизвестны многим. Поэтому я назвал программу «Неизвестные факты пасхальных дней» «Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». Замечательный цикл. В него входит учебное пособие. Я даю определение греческих слов, тезисы, принципы. Анотация гласит, «Благодаря учению Рика Реннера вы можете по-новому взглянуть на события, которые произошли на пути Христа от Гефсиманского сада к Голгофе, на чудо его воскресения и на то, что было после». Действительно полезный материал. Если вы хотите глубже изучать данную тему, скачайте бесплатно на нашем сайте. Если вы обучаете кого-то, я надеюсь, что вы это делаете. Эта программа будет хорошим учебным материалом для вас. Этот цикл может стать замечательным курсом для изучения в домашней группе. Мы также предлагаем вам скачать ознакомительную версию книги «Заплачено сполна. Важнейшие истинные факты христовых страданий». Полезно прочитать ее в преддверии праздника Пасхи, и ваше сердце приготовится, откроется для Господа, наполнится благодарностью, когда вы прочитаете о том, что претерпел Иисус ради нас с вами. Чудесная книга. Сегодня мы продолжим программу, и мы будем говорить об Иуде, в частности, о том, как и почему он провалил очень серьезные испытания. Но позвольте начать рассказ с того, что произошло когда-то со мной. Однажды, когда я был очень молодым, я только закончил университет, я познакомился с одним проповедником. Я был покорен. Он впечатлил меня. Он был для меня воплощением всего самого лучшего. Он был умен, образован, знал греческий язык, умел разбирать и толковать греческие новозаветные тексты. Он знал, что такое помазание Святого Духа. Интеллект, знание и помазание объединились в одном человеке. Стать таким, как он, было пределом моих мечтаний. И я молился и просил, Боже, открой двери, чтобы мне научиться всему у этого человека. Я хочу иметь в своей жизни все, что есть у него. И Бог по милости своей открыл для меня ту дверь. Я был молод, малоопытен, образован. По правде говоря, достаточно умен, но мне еще многому нужно было научиться. Мне нужно было научиться дисциплине, обращению с деньгами. И Бог предоставил мне возможность стать помощником того человека. Я встречался с ним каждое утро, в 5.30 утра, каждое утро. И каждый раз он наставлял меня в Божьем Слове. Указывал на те сферы в моей жизни, где я проявлял безответственность. Он методично обучал меня, рассказывал, как лучше оплачивать счета, говорил о важности десятины. Он вкладывал в меня, инвестировал в меня, а я служил ему. Я носил его книги, мыл машину, убирал листья во дворе его дома. Я делал все, о чем он меня просил. Меня так радовало быть его ассистентом и служить ему любым способом. Я был рад делать все, о чем он меня просил. У нас наладились прекрасные отношения. Мы с Денис только поженились и были очень счастливы, служая этому мужу Божьему. Но однажды у меня с ним произошел конфликт. Мое собственное служение в его церкви начало расти. Ко мне пришел настоящий успех. Я, можно сказать, засиял. И у меня появилось слишком высокое мнение о своей персоне. Пастор увидел, что у меня появилось искушение возгордиться. И однажды он сделал мне замечание. Он сказал, «Рик, даже не думай, что ты можешь уйти из моей церкви и основать в нашем городе свою церковь». Он не знал о том, что дьявол уже искушал меня подобными мыслями. Пастор сказал мне, «Ты не настолько талантлив. У тебя не получится. Не пытайся». Меня это оскорбило и стало преткновением для меня. С тех пор я стал замечать в нем только плохое. Когда человек обижен, он словно надевает очки, благодаря которым он видит только плохое. Он все видит в искаженном свете. Если раньше я считал его великим, лучшим из всех людей, мне казалось, в нем сочетаются интеллект, образование, помазание, то теперь я видел в нем лишние достатки. Он вдруг стал для меня ворчливым, грубым, неблагодарным, постоянно требующим от меня что-то. Он действительно был требовательным, но раньше я воспринимал его иначе. Я просто думал, какой он замечательный, но когда я обиделся, то перестал замечать что-то хорошее в нем. И тогда дьявол начал сеять в мое сердце семена предательства. Как только пастор предупредил меня, чтобы я не думал о том, чтобы уйти от него и открыть свою церковь, что-то во мне сказало, сделай это. Просто покажи ему, на что ты способен. Он считает, что ты недостаточно одарен и помазан, покажи ему, что значит быть по-настоящему талантливым, помазанным. Дьявол искушал меня, я был молод и не понимал этого. Я стал предателем. Нужно было подчиниться, но я предал. И в тот момент стало понятно, что я не был в подчинении у того человека. Я получал удовольствие от общения с ним. Мне нравилось быть с ним, встречаться с ним за завтраком каждое утро. Это была привилегия. Мы вкушали трапезу задним столом. Я внимал, когда он делился со мной Божьим Словом, наставляя меня и вкладывая в меня, в мою жизнь. Я просто впитывал, впитывал и впитывал. Но потом у нас возникли разногласия. Мои чувства были оскорблены. И я сказал, «Знаете, мне все это не нужно». В момент разногласия, когда он сделал мне замечание, и надо сказать, замечание по делу, потому что я развил в себе неправильные качества, а в моем сердце зародились неблагочестивые мотивы, которые он разглядел и попытался обличить меня. Вместо того, чтобы послушаться, я бросил его и основал церковь, которую Бог не поручал мне открывать. Вот какой печальный период мне пришлось пережить, когда я был еще молодым христианином. Наступил момент, когда мое истинное отношение к авторитету лидера стало очевидным. Такой момент настает в жизни каждого человека. Вы можете утверждать, что вы во всем слушаетесь своего пастора. Но неизбежно придет время проверки. Наступит время, когда будет испытано ваше послушание родителям. Настанет момент, и ваша супружеская верность будет проверена. Такой момент приходит в любых отношениях. Обычно это время разногласия или конфликта. Очень легко, когда вы в согласии, хорошо проводите время. Но что происходит, когда вы с чем-то не согласны? Когда переживаете непростые времена? Вы будете слушаться того, кто над вами. Я гарантирую, если этого еще не произошло, это случится, проверка придет. Настанет момент истины, когда станет явным. Действительно ли вы живете в послушании? Именно это произошло с Иудой. В точности то же самое. Он не согласился с Иисусом в вопросе расходов средств. Если помните, в Библии описывается эпизод, когда благовония были возлиты на ноги Иисуса. Увидев это, Иуда воскликнул, «Постойте, эти ресурсы можно было использовать по-другому. Можно было продать благовония и позаботиться на эти деньги о нищих». Иисус ответил, «Нищи всегда имеете с собой, а меня не всегда. Она помазывает и готовит меня к погребению». И Иисус пророчески понимал, что в тот момент происходило нечто очень важное. Поэтому он сказал, «Мария помазывает меня для погребения, готовит меня. Нищих всегда имеете, а я совсем недолго пробуду с вами». И сейчас происходит нечто особенное. Она совершала пророческое действие, а Иуда этого не понимал. Он лишь услышал, «У вас всегда будут нищие, а я нет». В тот момент сердце Иуды открылось, и дьявол посеял в него семя предательства. Иуда выразил несогласие и пошел против его авторитета. Подобные испытания приходят в любые отношения. И вот о чем я хочу поговорить с вами сегодня. В Евангелии от Матфея 26.50 сказано, что Иисус, увидев, как Иуда пришел в Гефсиманский сад, ведя за собой отряд воинов, сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Как мы рассмотрели в прошлой передаче слово «друг»? Греческое слово «хитарис» означает «друг, компаньон, товарищ». Вот кем был Иуда. Он был казначеем служения. Он работал с Иисусом каждый день. Они обсуждали распределение финансов, оплату счетов, кого накормить, о каких нищих позаботиться. У Иисуса и Иуды были рабочие отношения в течение трех лет. За дня в день, по многу часов, они трудились плечом к плечу. Иисус называл его другом. Иуда и был ему другом. Он был его другом, компаньоном, товарищем. Однако, у греческого слова «хитарис» есть дополнительное значение. Тот, кто притворяется чьим-либо приятелем или доверенным лицом. Но в действительности его больше заботят собственные интересы. Или это может быть человек, который ведет себя как искренний и верный друг. Но на самом деле он преследует свои цели. В тот самый момент, когда Иуда и Скариот пришел в Гефсиманский сад, стало ясно, кем он был на самом деле. Он лишь притворялся искренним и верным другом. Но на самом деле в нем таился губительный изъян. Он не был таким другом, каким притворялся. В Евангелии от Марка 14.44 написано, «Предающий же его дал им знак, условный сигнал, сказав, кого поцелуют, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». Слово «целовать» играет большую роль в контексте, так как оно подтверждает, какие отношения связывали Иуду и Иисуса. Слово «целовать» перевод греческого слова «филесо» означает не просто дружеский поцелуй, но знак большой любви, привязанности, обязательств, завета и наличия взаимоотношений. Они состояли в завете, и в ту ночь, до событий в Гефсиманском саду, Иуда был в горнице и разделил причастие со всеми учениками. Это причастие стало подтверждением завета между ними и Иисусом. Приняв хлеб и вино, они согласились заключить завет с Иисусом. Они все вместе вошли в этот завет, взяв хлеб и вино, Иуда также подтвердил, что заключает завет с Иисусом. Но это был не настоящий завет. Он не был настоящим. Потому что предатель только что продал Иисуса религиозным лидерам за 30 сребреников. Библия говорит, что он заключил с ними завет, предав Иисуса. Но в той горнице он притворился, что вступает в завет с Господом. Он просто притворился. Так написано в первом послании Коринфянам 11 главе, где говорится о хлебопреломлении. Там сказано, что если кто-то будет пить и есть недостойно, тому лучше не причащаться. А что значит недостойно? Если в вашем сердце есть предательство, если вы не намереваетесь быть верным Господу, быть верным церкви, то не принимайте участия в причастии. Это будет не настоящий завет. И если вы не собираетесь держать обещание, не собираетесь хранить верность, не причащайтесь. Но Иуда причастился. Он вступил в завет. В Библии говорится, что Иуда сказал, «Тот, кого я поцелую». Слово «целовать» говорит о том, что он и Иисус были в завете друг с другом. Такое приветствие предназначалось только для того, с кем человек состоял в искренних заветных отношениях. «Когда Иуда пришел в Гефсиманский сад в ту ночь, когда он совершил предательство, он сказал слова, которые проливают свет на то, кем на самом деле для него был Иисус. И что же он сказал? Придя в Гефсиманский сад, он обратился к Иисусу со словами «Рави, Рави», а потом поцеловал. Почему это важно? Потому что слово «Рави», перевод греческого слова «дидаскали», означает «учитель», «учитель». Оно означает «учитель». Там, в Гефсиманском саду, Иуда признал, что Иисус был для него «учителем». Послушайте внимательно, потому что это на самом деле важно. Слово «учитель», греческое слово «дидаскали», означает «выдающийся» и умелый «наставник». И это греческий эквивалент еврейского слова «равин». Равины были уважаемыми людьми, известными своей способностью толковать Писание и учить Божьему Слову. И когда Иуда обратился к Иисусу со словами «рави, Рави», по-гречески «дидаскали», «дидаскали», что значит «учитель, учитель», «равин, равин», «великий наставник», «прекрасный учитель», стало понятно, что он относится к Иисусу лишь как к богослову-наставнику, равину. В тот момент он не назвал Иисуса Господом. Ни в одном из Евангелий нет ни одного свидетельства того, что Иуда хотя бы раз назвал Иисуса Господом. Он всегда называл Его лишь Учителем. Он никогда не приходил к тому, чтобы полностью подчиниться воле Иисуса. В Евангелии от Иоанна, 13 главе, 13 стихе, Иисус сказал ученикам, «Вы называете Меня Учителем и Господом». Вы правильно делаете, ибо Я точно то. Вы правильно говорите. Слово «Господь», греческое слово «куриус», означает «того, кто обладает безграничной и наивысшей властью в вашей жизни». Это слово говорит о полном подчинении власти кого-то. Иисус сказал ученикам, «Вы называете Меня Учителем, вы называете Меня также Куриус, Господом, потому что Я такой. Я наивысшая власть в вашей жизни». Они были в Его власти, и во всем подчинялись Его воле. В Гефсиманском саду Иуда не называл Иисуса Господом. Также нигде не указано, что Он вообще когда-либо называл Иисуса Господом. Он признавал в Иисусе лишь Учителя для себя. Считал Его только Учителем. Если бы Он во всем подчинялся Иисусу как Господу, то никогда не вступил бы с Ним в спор о расточительном использовании благовония. Он ни за что не позволил бы соблазну проникнуть в свое сердце. Он бы сказал, «Ты мой Господь, я слуга, а Ты Господин, ученик. Я не понимаю всего, но принимаю то, что Ты говоришь, я подчиняюсь Твоей воле». Вместо этого он приткнулся из-за слов Иисуса. В том конфликте стало понятно, что Иисус не был Господом для Иуды. Иуда позволял Иисусу быть не более чем Учителем. В любых взаимоотношениях стороны в конце концов выясняют, кто есть кто. Например, я пастор. Это не трудно, если мы в хороших отношениях, и между нами нет разногласий. Но когда наступает момент, когда я вижу, что что-то не так, и понимаю, что я должен прибегнуть к своей духовной власти и обличить человека, сразу становится понятно, причисляет ли он себя к моей пастве. Если на самом деле он не считает нужным быть под моим духовным надзором, то, скорее всего, он соберет свои вещи и уйдет в другую церковь. Такие моменты проливают свет на истинное положение вещей. Истинная сущность Иуда раскрылась в Гефсиманском саду. Убительный изъян в его жизни заключался в том, что он не подчинился власти Иисуса. А вы позволяете Иисусу делать в вашей жизни все, что он хочет? Имеет ли он право исправлять вас? Или вы спорите с ним и закрываетесь от него? Когда Иисус пытается применить свою власть в вашей жизни, спросите себя, имеет ли ваш пастор духовную власть в вашей жизни? Задайте себе тот же вопрос о своем муже, жене, родителях. Они для вас авторитет? Вы признаете их власть по-настоящему? Не нужно бояться этого. Бог является автором института власти. И когда вы находитесь в чьей-то благочестивой власти, это приносит благословение, исправление и дает вам множество замечательных преимуществ. если вы знаете, что в вас есть губительный изъян, и вы избегаете признавать чей-либо авторитет всякий раз, когда вас обличают, или когда вы не согласны с чем-то, разберитесь с этим изъяном, чтобы не стать Иуда Искариотом. У Иуды была эта проблема. В нем с самого начала был этот изъян. Иуда никогда не признавал Иисуса Господом, но лишь Учителем. Иуда лишь пользовался привилегиями, а быть в подчинении у Иисуса он не хотел. Поднимаете ли вы важность этого учения? Я скоро вернусь, чтобы помолиться за вас. От дворца Понтия Пилата и до самой Голгофы каждый свой шаг к распятию Иисус сделал, думая о вас. Библия говорит, что Иисус умер, чтобы заплатить сполна за наши грехи. Книги заплачены сполна, Рик Реннер подробно рассказывает о последних часах жизни Иисуса на земле. Из этой книги вы узнаете о естественных и сверхъестественных деталях встреч и разговоров на пути Иисуса Христа от Гефсиманского сада до Голгофского креста. Заплачено сполна. Это захватывающее повествование о любви и искуплении. Более глубокая и детальная, чем история, которую обычно рассказывают в воскресных школах. Скачайте ознакомительную версию книги заплачено сполна. Важнейшие истины и факты христовых страданий. Также вы можете скачать аудиосерию «Неизвестные факты пасхальных дней» смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. В этих 25 программах Рик Реннер рассказывает о самом известном событии в мировой истории и делится новыми фактами и размышлениями о том, что происходило в сердце Иисуса, какие душевные страдания Он испытывал в свои последние дни на земле. Скачайте на сайте ignc.org Это поможет вам стать духовно сильнее, обрести ценные библейские исторические знания. Вы по-новому познаете силу Голговского Христа и план Божьего прощения. Воспользуйтесь нашим специальным предложением. Зайдите на наш сайт ignc.org и скачайте эти материалы уже сегодня. Меня зовут Джол Реннер. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка служения «Благая Весть онлайн» оказывает влияние на тысячи жизней. По всему миру люди стали жить дольше и многие люди преклонного возраста остаются в полном одиночестве без всякой надежды. Быть забытым всеми просто ужасно. Никто не должен умирать в одиночестве. Но благодаря вашей финансовой поддержке у нас есть возможность помочь этим драгоценным людям. Пожертвования наших партнеров дают им надежду на новую жизнь и чувство сопричастности. Каждую неделю мы устраиваем концерты для людей преклонного возраста. А после концерта мы приглашаем их на изучение Библии, где рассказываем им о Христе. Благодаря таким мероприятиям тысячи людей на закате своей жизни приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И сегодня, если вы еще не являетесь нашим партнером, мы предлагаем вам стать им. С вашей поддержкой мы сможем повлиять на жизни еще многих других людей. Никто не должен умирать в одиночестве. Но что более важно, человек не должен умереть, не получив возможность узнать о Христе. Прямо сейчас, находясь у себя дома, вы можете стать нашим партнером и принять участие в судьбе этих людей. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт IGC.org. Помогая нам, вы помогаете другим. В ночь предательства стало ясно, что Иуда никогда не признавал авторитета Иисуса. Он называл Иисуса Учителем. В ту ночь он дважды сказал «Рави, Рави», по-гречески «Дидаскали, прекрасный учитель, великий наставник, толкователь Писаний. Он обратился к Иисусу как к Учителю, а не как к Господу. Греческое слово «куриос» — это Господь. И он не сказал «Иисус, твоей воле принадлежит вся моя жизнь». Он позволял Иисусу быть для себя лишь Учителем. Иуда воспользовался всеми преимуществами своего положения, но так и не признал власть Иисуса над своей жизнью. Иисус не имел права обличать его, потому что Иуда отверг его авторитет. Многие поступают так же. Отвергая чей-либо авторитет, люди подвергают опасности свою жизнь. И это своего рода проверка, которую мы все проходим. Всем нам приходится сталкиваться с чем-то или с кем-то, кто имеет над нами власть. Мы можем либо признать власть и авторитет, принять обличение, либо уйти прочь. Пройдите это испытание, не совершайте ошибку Иуда Искариота в Гефсиманском саду. Я помолюсь о вас, но прежде хочу напомнить, что эта программа стала частью аудиоцикла «Неизвестные факты пасхальных дней». Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Это прекрасный материал. Мне бы хотелось, чтобы вы его скачали. Он послужит вашему возрастанию. Этот цикл станет отличным учебным инструментом. И также предлагаем скачать ознакомительную версию книги «Заплачено сполна», которая поможет вам, вашим ученикам. А теперь я хочу помолиться. Отец Небесный, во имя Иисуса мы все хотим подчиниться Твоей власти. Помоги нам, Господь, смиряться и не отстраняться от человека, обличенного властью, когда он старается нам помочь во имя Иисуса. Спасибо, что вы были сегодня со мной. И помните, о чем говорится в книге Клисиаста 8.4, где слово «Царя», там «Власть». Это правда. Божье Слово обладает силой. И пусть эта сила действует в вашей жизни сегодня. Увидимся в следующей передаче. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране. А также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова